Субтитры создавал DimaTorzok Ты солнце мое, взгляни на меня Моя ладонь превратилась в кулак И если есть порох, дай огня Вот так Доброго времени у суд, уважаемые друзья В эфире ютуб-канал Санрей Луч Солнце Луч Солнце это общественно-политический канал Рассказывающий об истории, религии и политике Тридевятого царства, Тридевятого государства Речь идет о сказочной, счастливой и справедливой России будущем С вами главный сказочник канала, великий князь, профессор Валерий Кубарь Сегодня мы рассмотрим политический дайджест прошедшей недели Сегодня 23 августа 2020 года На истежшей неделе было много событий Главные происходили, конечно, в Белоруссии Но и в России были события, о которых мы расскажем Начнем рассказ о событиях, связанном с Российским Императорским Домом Рюриковичей Я, как глава Дома Рюриковичей и близкие мне люди Совершили небольшое путешествие по Российской Федерации Так как мы за границу никто не может ездить И я думаю, что туда пока рано ездить в связи с пандемией В это время мы решили совершить автомобильную поездку В несколько городов Российской Федерации В частности, первой нашей целью была поездка в Великий Новгород Я побывал в крепости, кроме Великого Новгорода Вот этот памятник, если вы не знаете В честь тысячелетия образования Руси и Российской государственности Вот это храм Софии в Кремле Это образец стены и башни Кремля Что хотелось отметить В храме Святой Софии В храме Софии в Новгороде Мы видим, в общем-то Ну, не очень позитивное влияние современной церкви Которая несколько сотен лет назад Поменяла древние фрески храма На вот такие стандартные иконостасы Которые дают мрачность и какую-то могильность Всем храмам и соборам Тем не менее, на территории Новгородского Кремля Находилась в прошлом церковь и Акима, и Анны Во времена Екатерины и Екатерины II Церковь снесли А она была построена еще в XI веке В начале XI века То есть была очень древней церковью Посвященной Иакиму и Анну Все знают, что эти имена связаны с появлением Богородицы и Иисуса Христа Анна – это мать Богородицы Иаким – отец считается Богородицей По моей реконструкции истории Иаким – это приемный отец Богородицы Духовный отец Он отрисляет со мной Вот именно с этим епископом Архиепископом Иакимом Который был сначала епископом Корсуни А затем переехал в Новгород И был очень дружен с Анной Женой Владимировны У которой у Анны была единственная дочь Которая исчезла из нашей специальной хроники истории Ее звали Мария Вот крепко, в общем-то, снесли эту Церковь Но, тем не менее, появился предел Иакима и Анны В храме Софии Вот лежит, собственно говоря, тело Усопшего давным-давно Епископа Иакима Он прекрасно сохранился Вот это живое свидетельство Евангелия И участие Руси в этих событиях Итак, на другой стороне реки Находится гостиная Двор и места, связанные с торговлей И в том числе находится несколько храмов В том числе Никольский собор Вот в нем как раз сохранились Древние фрески 11 века И начала 12 Вот посмотрите Вот остались такие прекрасные фрески Вот, например, эта история О Иове Который был поражен Проказой И ему жена подавала Вот еду отворачиваясь Чтобы не заразиться Вот такими красивыми фресками Украшены все были соборы Но потом наша церковь Православная Скрыла все эти фрески И поставила езде Однообразные иконостасы И прочие мрачные Изображения святых и угольников После поездки в Великий Новгород Мы перебрались в Петербург Вот на набережной Около Петропавловской крепости Снимок Это снимок около Медного садника Я посетил Петергоф на корабле Вот снимок с корабля Это современный вид Петербурга Современного Это многоэтажное сооружение Небоскреб Лахта И стадион В Петербурге Наши реставраторы Восстановили Петербург После пребывания Под оккупацией немцев Памятник превратился опять Блещеток с золотом И своей красотой И фонтанами Там мы провели прекрасное время Погуляя по парку Ознакомились с достопримечательностями И фонтанами Также в Петербурге Естественно, главная Шемчужина Которая для меня была интересна Это Исафийский собор Вот У меня Сделано много Фотографий Которые я публикую На наших сайтах Еще раз хочу заметить Что Вот Исафийский собор Не передали церковь Потому что Это просто невозможно Это бесценное Творение Художников Изотчих России У него просто Цены нету И посмотрите Вот пример Киностаса Созданного Под руководством Нерусских мастеров Это просто чудо Которое дает Вот Смотрите Витраж С изображением Иисуса Христа То есть Этот собор Это просто чудо Которое нужно хранить Для людей И ни в коем случае Я так полагаю Не отдавать Никакой церкви Которая прородит Его Неизвестно во что Вот Я наверху Собора Осматривал Достопримечательность Внешний вид собора Со времен Вот Мы естественно Посетили Дворцовую площадь Эрмитаж Атланты Около Эрмитажа Также Я посетил Богослужение В храме Спас на крови На месте Убийства Александра II Как помнится Это был брат Владимира Ильича Ленина Который Свершил Вообще Ужасное Преступление В храме В это время После 6 часов 6 часов Проходят Служение Внутренний вид храма Который также Строен Без современных РПЦ И где В общем-то Вид совершенной От всего храма Также посетили Казанский собор Где находится Например Икона Царской семьи Причисленный Клик У святых Вот так же Идет служба Там по вечерам Что прекрасно В общем Поездка была Увлекательной И интересной И Перейдем В общем-то К событиям Происходящим В России В первую очередь На этой неделе Как известно Доброзелатели Оппозиции Не будем указывать Пальцами Все у нас Такие Такие В общем-то Покушение на жизнь Ведущих Оппозиционеров Происходит Только Только По указанию Нашего Сказочного Дедушки Который Засиделся В Кремле Навальный Был отравлен Неизвестным Ядом Или веществом Фактически Это покушение На убийство Песков Добрый Человек Пожил ему Скорейшего Воздоровления Даже фамилию Он назвал Когда его спрашивали Что Очень странно Навального Поместили После отравления В Томске Самолет Сел В Омске Это рядом Когда Ему стало плохо В самолете И он В общем-то Впал в кому Потерял сознание Впал в кому Все поняли Что произошло Штаты Например Объявили Что если с ним Что-то случится То они Пересмотрят Вообще Отношения С Российской Федерацией Наши патриоты Могут Сказать Как же так Это же Взмутительно Причем Это Американцы Это Происк Американцев И что получается Дорогие товарищи Чекисты И коммунисты Гребаные Что получается Что нас Оппозиционеров И нас Великих Князей Можно травить Расстреливать И в подвалах Пытать что ли Не угадали вы Дорогие друзья Есть Люди Которые будут Помогать нам В нашей борьбе За свои права Гражданские Человеческие И политические В итоге Несколько дней Навальный Провел в коме В Омске Его жена Пыталась Добиться Переправки Его В Германию Ну наконец В субботу Самолет Перелетел в Берлин Куда он попал В одну из лучших Мировых клиник Специализирующихся На странных Отравлениях Людей Будем надеяться Что Алексей Навальный Выздоровит Хотя конечно Он уже не будет Я думаю Тем же Веселым Активным Человеком Это событие Будет В общем-то Отражаться На его Мозге И вообще На здоровье До смерти Надеемся Что он не умрет В Германии Перейдем К событиям В Беларуси Беларуси Это Я уже говорил Лакомусовая бумажка Которая отражает Ситуацию Беларуси Там он заявил Бюллетени На родину Вот Что в общем-то На самом деле Очень-очень опасно Потому что Там правит Такой вот Усатый Дедушка Мазай Которая Которая Просто уничтожает Люди Избивает Насилует Казнит Это что такое А у этого диктатора Которого Крышева Съехала Есть обоснования Они Если загубят Первого президента То вся Беларусь Пропадет Представляете Насколько Человек становится Сумасшедшим От десятилетий власти Что он уже Себя отождествляется Страной Да кто ты такой Чекистская морда Твое место В общем-то На палатах На палатах Понимаешь На нарах В тюрьме А не в Резиденции президента Европейской страны Ну в общем-то Собрался Экстренный саммит ЕС Который В общем-то В итоге Решил Что не признают Выборы Беларуси На телевидении Российской Федерации Помогла Басующим Сотрудникам Телевидения Белорусского И прислала туда Российских Штрихбекеров Я надеюсь Что В общем-то Они ответят За свои действия Перед новыми Властями России И перед Богом В вечной жизни Ну в общем-то Белорусская оппозиция Образовала Координационный совет Куда вошли Разные Замечательные люди В том числе В общем-то Лауреат Ноблицкой премии Алексеевич Алексеевич И Глава штаба Бышевых кандидатов Президента Бабарико При этом Так сказать Люди Опять протестуют А Лукашенко Награждает Силовиков Триста человек За безупречную Слугу За то Что они Измордовали Семь тысяч Человек Изнасиловали Десятки человек Убили Несколько человек Вот такая Служба Оказывается Людей За их политические Воззрения И мнения Можно спокойно Убивать Беларусь Ну Начались Провокации Очередные Часть белорусов Написала Прошение К Путину К нашему Сказочному Дедушку Дескать Присоедините Нас К России И мы Будем Счастливы Ну Белорусский Народ Я думаю Пошлет В известное Направление И Путина И Россию Хотя там Нет никаких Антироссийских Настроений Но если Путин догадается Ввести туда Войска Энексировать Эту страну То мы Получим Я думаю Очередную Партизанскую Войну И Надеюсь Что Наша власть Не Сделает Такое Шаг Ну В общем Если Сделать Может быть Анной Путшему Это Ускорит В общем Революцию В Белоруссии И в России Тихановская Не Сходит С экранов Телевизоров СМИ В общем Собираясь Дать Бой Лукашенко В общем На этой неделе Узнали Что еще Два человека Погибли В результате Успешной Деятельности Фашистов Лукашенко Лукашенко Опять заявил Что он Отказывается Проводить Выборы Новые Пока Его Уйдет Человек За которого Поддерживают 15% Населения Терилизирует Остальные 85% И угрожает Их Смертью Вот К чему Приводят Всевластия КГБ Коммунизма И всего Этого Совка Которая Опостылил Людям Везде В том числе В России Но они Пока Еще Молчат Ну В Беларуси Продолжились Протесты Появили Цепь Покаяния Акцию Официально Беларусь Откресилась От данных ООН От 4 погибших А их уже 5 стало То есть Вот этот Совок Который Просто Просто Этот Татаро Монгольский Совок Который Держит Своя Оккупация Славянский Народ Россию Беларусь Украина Слава Богу Вырвалась Из-за Кох Этого Бандитского Режима В общем-то Просто Врет Просто Каждый День И просто Все что Не скажет Можешь считать Что это Ложа Ну на Эти На этих Выходных Опять Беларуси В Минске Прошли Акции Которых Приняли участие Более 100 тысяч Человек Ну их Стало Меньше Чем Первое Неделю Назад Но это Огромное Количество Людей Для Беларуси Где люди Стали Аполитичными И забитыми Из этого Усатого Деда Мазая Это В общем-то Огромное Количество Людей Противовес Этим Людям Соскочившись Катушек Лукашенко Привет Прилетел Вооруженный Автоматом Бронежилетом Патронами Ножами Пистолетами На вертолете Со своим сыном Которого Тоже Одел В экипировку Спецназовца С оружием В руках Приветствовал ОМОНовцев Говорил Красавцы Благодарил Силовиков Силовики Возбудили Уголовные Дела Против Оппозиции Представляете Вот эти мрази Которые 15% Удерживают Власть И бюрократическая Силовая Верхушка Что хотят То и творят И в России То же самое Происходит Но мы Слава Богу Спасибо братьям Белорусам Научимся Извеличиваем Уроки Из всех этих Событий И что я хотел сказать Посмотрите Этот человек Вот В кепочке Бейсболки Почему-то Он не в пилотке Советской А в американской Бейсболке Все его слова И действия Говорят о том Что человек Вообще Адекватно Не воспринимает Реальность Сложилось У меня впечатление Что он даже Не понимает Что он полностью Проиграл выборы И люди Его больше Не поддерживают Он свято верит Что его Понимаете Богожителя Должны всю жизнь Поддерживать А Все эти Названцы Названные Престолы Любой страны Царь Иначаж Не понимают Что Люди Царской крови Посланы Богом А все Эти Мрази Фашисты Которые В Беларуси В Украине В России Строят Из себя Небожители Это просто Посланцы Сатаны В общем-то Вернемся К России И К одному Интересному Событию За рубежом В Хабаровске Седьмой Субботний Митинг В поддержку Фургала Конечно Там Уже больше Не 50 тысяч Человек Но Тысячи людей Опять Мэрия Начитала Полторы тысячи Это Можно умножить На 5 На 6 То есть Около Десяти тысяч Человек Опять Требовали Сабление Своих прав Возвращение Фургала Ура Хабаровску Ура Нашим людям Также Протест Людей Которые Неделю назад Я рассказывал Гора Куштау Башкири Были разогнаны Этими ОМОНовцами Путинскими Этими Скафандрах Росгвардии Которые Вместо Защиты Народа Издеваются Над ними И калечат Дубинками И своей ненавистью Власть Передумала Башкири И теперь На горе Куштау Вместо Рудника Будет создан Запрессивный Природоохранная Зона Спасибо Нашему народу Который Смог отстоять Свою землю От этого Всевласти И денег Пример Борьбы С королевскими Родами Европы Вот где только Влияние Советского Союза И коммунизма Появлялось Везде Беззаконие От Лихтыштейна Опять Поступила От Лихтыштейна Поступила Жалба Европейский Суд По правам Человекам После Великой Отечественной Войны Когда коммунистическая Власть Образовалась В Чехословакии Они захватили 2000 квадратных Километров Владений Лихтыштейна На земле Чехии Там Замки Культурные Сооружения Древние Сооружения Памятники Культуры Архитектуры И искусства Само Княжество Лихтыштейна 200 квадратных Километров В Чехии У них 2000 квадратных Километров Собственно Земли Было Чехия Сказал Нет Нам не надо Вот этих Императоров Понимаете Князей Это будет Наша земля Только 2009 году Установили Вновь Дипломатические Отношения Чехии И Лихтыштейна Но тем не менее В современной Чехии Опять мозги Пудрят И не собирается Отдавать Землю Принадлежащую Князь Я полагаю Что с этим Надо бороться И в России Аристократия Также делает Свои выводы И биться За свои права За свои Кремли За свои Поместья За свои Дворцы Соборы Церкви И другие Сооружения И культурные Ценности Которые Создали Наши Принад Итак Дорогие друзья Вот эта Неделя была Такой Как мы Ее представили Еще раз Подтверждаю Что Россия Никогда не станет Современным Цивилизованным Государством Пока она Не примирится Со своим Прошлым И с людьми Потомками Дворя Князей Царей Тех Кто создали Современно Государственность России Тех Кто создал Памятники Стяжал Богатство Предметы Искусства Создал Все это Чем мы Кодимся Сегодня Это Принадлежит Эти Сооружения Эти Памятники Объекты Принадлежат Народу Всему Доступны Им Но Они должны Управляться И быть Либо В собственности Либо Бессрочном Владении У Их Хозяев Реально На этом Заканчиваем Вещание Нашего Сказочного Канала Луч Солнца С вами был Профессор Валерий Кубарев Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Или дизлайки Пишите комментарии Задавайте вопросы Всего Наилучшего Субтитры Следовать Инограму Сильные Насмелые Головы Сложили В поле В бою Мало Кто Остался Светлой Памяти В Стрельством Уме Так твердой Рукой В строю В строю Ты солнце Мое Скини На меня Моя Ладонь Превратилась В кулак Если есть Порох Той Огня Вот так Дорогие друзья Сильные и смелые Среди нас Победа будет За нами Дорогие друзья Сильные и смелые Стрельством Стрельством